Сезон обещает быть трудным и напряженным. Гостей предстоит принять больше, чем в прошлом году. Туристические фирмы, учреждения культуры, имеющие большой опыт работы в этом направлении, готовы встретить немалый поток туристов уже в декабре. Автобусов у нас из Нижнего Новгорода и Нижегородской области кланируется в этом году достаточно много. По декабрю месяцу 62 автобуса из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Череповца, Володы, Кирова, Ярославль, Сыктывкара, Самары, Атхангельска, Ростова-на-Дону. Все дороги у нас будут задействованы. В январе 2018 года 90 автобусов. Это очень большая цифра, потому что в прошлом году мы приняли всего 47 автобусов. В зале руководители гостиниц, предприятий, питание, культуры, занятых в проекте «Великий Усть-Укродина Деда Мороза». Но, к сожалению, не удалось собрать представителей всех турфирм. Глава района высказал по этому поводу замечания. Мы не можем обязательно прийти строго на совещание, прогулку, приравнение к побегу или к смене родины. Это ни в коем случае. Потому что каждый принимает решение самостоятельно быть ему, работать. Значит, так заинтересованы развитие и проведение туристического сезона. Вот у каждого свое отношение. У вас свое, у присутствующих компаний свое отношение. Мы, конечно, да, действительно, на сегодняшний день, если мы проводим уже опорный комитет, такой расширенный комитет, надо прорабатывать явку. Совсем недавно в «Великий Усть-Укродина» посетили представители крупнейших турфиров. Одно из замечаний касалось некоторых мастер-классов. Устюженам дан совет работать их так, чтобы туристам любого возраста было интересно. Если есть какие-то конкретные замечания по учреждениям, не замалчивайте это все, говорите. И мы обязательно будем отправлять и тоже работать над кадром-потенциалом и усиливать творческий потенциал. Еще одно нарекание касалось внешнего вида и речи людей, работающих с туристами. К сожалению, набрать желающих на курсы круповодов в этом году не удалось. В этом году группа, к сожалению, не набралась. Людей всего 10, поэтому мы решили, что не на базе этот колледж, а своими силами. Скорее всего, так мы все равно проведем хоть 10 человек, но нужно этих людей подготовить. При обсуждении подготовки к зимнему туристическому сезону были затронуты вопросы состояния дорог по пути следования на родину Деда Мороза. Сотрудники Роспотребнадзора совместно с областной районной властью продолжат контролировать туристский поток и новогодние каникулы. Исполнение нормативно-правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования к приему, размещению и питанию туристов. Есть ряд и нерешенных вопросов в сопровождении туристских автобусов детьми из области до границы с Вологодской областью. Прибытие спецпоездов ранним утром. Для решения таких вопросов нужна поддержка правительства региона, куда и было принято решение обратиться. В завершение встречи руководство района призвало всех к совместной работе на общий результат, чтобы у всех приехавших туристов от посещения Великого Устьюга остались только положительные эмоции, чтобы люди не потеряли веру в сказку. Евгения Шемякина, Антон Карев, Новости провинции. Молодец.